В этом видео я вам расскажу о ещё одном способе создания ботов в Телеграм без навыков программирования. Ну что, поехали. Ставь лайкос под видос, на связи лайкус. Прошлый ролик набрал большие просмотры для моего канала, поэтому это вторая часть. Я искал ещё сервисы, на которых можно создать ботов в Телеграм без навыков программирования, так как программировать умеют далеко не все. Я совсем не ожидал, что найду этот сервис на почте для коммерческих предложений. Важное предусловие. Этот ролик не является привычной всем рекламной интеграцией. Создатели сервиса предложили мне подключиться к их партнёрской программе, то есть мой доход зависит от регистрации и пополнений моими рефералами. Поэтому смотрите ролик до самого конца. Если вам понравится сервис, то зарегистрируйтесь по моей реферальной ссылке в описании. Таким способом вы поддержите мой канал и создание качественного контента на ютубе. Итак, представляю вам сервис Лидтех. Лидтех. Сервис для создания ботов в Телеграм без навыков программирования. Он также основан на блочном программировании. У этого сервиса в разы больше функций, чем у Робочат, о котором, кстати, уже был ролик, появился в фраум верхнем углу. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться на сайте. Регистрация довольно простая. Необходимо ввести номер телефона или электронную почту и придумать пароль. Затем у нас открывается окно с проектами. Можно использовать проект по умолчанию, он всё равно пустой. А можно создать новый проект. Я создам новый и назову его Бот Телеграм. Затем кликаем на кнопку Создать бота. Здесь даже уже есть готовые шаблоны ботов, которые можно просто брать и изменять по своей нужды. Мы же создадим бота с нуля. Вводим название бота, затем выбираем тип и нишу. Просто выбирайте наиболее подходящие варианты и кликайте Создать. У нас открывается окно с сценарием бота. Давайте сначала пробежимся по основным вкладкам. Сценарий. Это, собственно, сам сценарий бота. Основная настройка поведения совершается здесь. Далее идут сообщения. Тут можно будет полностью смотреть переписку с ботом у любого человека. Напомню, что в бесплатном рабочате можно только смотреть сохранённые переменные. Тут же можно вообще всю переписку прочитать. Это может быть необходимо для оптимизации сценария. Подключённые каналы. Сервисы, на которых работает бот. Их можно выбрать несколько, чтобы бот работал, например, и в Телеграм, и в ВК по одному сценарию. Авторассылки. Тут можно проводить рассылки сообщений тем, кто пользуется ботом. Потом идут настройки, где можно поменять название бота, тип и нишу. Подключить уведомления о новых сообщениях на имейл, ватсап и Телеграм. И интегрировать бота с различными сервисами для удобства работы. Чуть ниже есть ещё CRM, статистика, списки, к которым мы вернёмся чуть позже. И так называемая конверсия. Кто не понял, это количество выполнений шага ботом для пользователей. Как я уже говорил, функций тут очень много. И так, давайте уже создадим бота наконец. Для начала создания создаём бота в BotFuzz. Ссылка на него будет в описании. Я же просто вставлю фрагмент из предыдущего видео, чтобы не повторяться. Нажимаем на кнопку запустить. Нам выпадает список команд. Чтобы создать нового бота, необходимо нажать на команду newbot. Теперь нужно придумать название боту. Я его назову лайкус бот. Затем нужно придумать имя бота для ссылки. Для этого вводим название бота. И в конце добавляем либо бот с большой буквы, либо бот через знак нижнего подчёркивания. Раз я уже бота так и назвал, я просто продублирую это же название. Окей, теперь BotFuzz отправил нам сообщение с токеном бота. Теперь нам нужно настроить информацию о боте. Добавить описание, что может бот. И поставить аватарку. Нажимаем на команду set description. Выбираем бота, вдруг их у вас несколько, у меня пока один. И прописываем описание. Это описание будет показано на странице с ботом до его запуска. Обычно тут пишут, что может бот. Потом нажимаем на команду set about text. Аналогично выбираем бота и прописываем описание о боте. Это графа информация. А затем нажимаем на команду set user pick. И загружаем картинку, которая будет использована в качестве аватарки бота. После этого копируем токен, который нам выдал бот Fazer. На Letech переходим в меню каналы. Выбираем телеграмм. Добавить аккаунт. И вставляем токен. А вот теперь уже можно приступить к разработке сценария для бота. Итак, в самом начале работы появляется стартовый шаг. Это сообщение, которое отправляет бот после нажатия пользователем кнопки старт. Тут стартовый шаг связан еще с двумя блоками, которые можно просто удалить. Наводим мышку и нажимаем на иконку с корзиной. Как вы уже поняли, весь сценарий состоит из блоков. Соединяя эти блоки, можно создавать последовательные логические цепочки. Чтобы создать новый блок, нужно кликнуть ПКМ по пустому полю, добавить блок. Блок может быть обычным текстовым сообщением, цепочкой сообщений, тегом, условием, запросом, оплатой и много чем другим. Не обращайте внимания на большое количество вариантов, ведь для создания бота, как правило, все это в раз не нужно. Текстовый блок. Это блок с обычным текстовым сообщением, в котором можно использовать информацию пользователя, полное имя, фамилию, телефон, адрес, e-mail, либо информацию, содержащуюся в переменной. Переменные можно создавать самостоятельно, если перейти на страницу списки, переменные и кликнуть на кнопку создать. В них может быть как конкретная информация, введенная вами, так и пользователям. Например, я создам блок с вопросом «Сколько вам лет?», а ответ на этот вопрос сохраню в переменную возраст. И чтобы пользователи не писали, что попало, можно поставить валидацию. Валидация – это ограничение на сообщение. А теперь с русского на русский. Если пользователь напишет что-то несусветное, то бот ему выдаст ошибку. Ведь возраст состоит из цифр от одной до двух. Ну ладно, трёх. Хотя это не ваша целевая аудитория, забудьте. Также в текстовом сообщении можно добавить варианты ответов. Но по сути, это кнопки, нажав на которые можно перейти к следующему блоку. У кнопок можно настраивать расположение. И как правило, их бывает два. Inline и неинлайн. В чём разница? Инлайн кнопки полупрозрачные и находятся под сообщением бота. Неинлайн кнопки белые и располагаются под окном написания сообщения. Цепочка сообщений, в отличие от простого текстового сообщения, может состоять из текста, фото, видео, аудио или документа. И может быть отправлена несколькими сообщениями. Текстовое сообщение такими полномочиями не обладает. Здесь наши полномочия всё окончены. А в остальном это такое же текстовое сообщение. Например, вот так вот можно сделать простое анкетирование возраста. И да, для простоты навигации любому теку сообщений можно менять название. Назначить и удалить тег. Заявка и сценарии не особо интересны. А вот условия, да. У литтех есть множество условий. И если оно выполняется, вы можете перенаправлять пользователей по другой ветке сценария, чем у тех, у которых условия не выполняются. Например, если пользователь младше 18 лет, то его можно перевести к другим категориям интернет-магазинов. По аналогии, женщинам и мужчинам также можно предлагать разные товары. Намного интереснее блок оплаты. С помощью него можно автоматически получать оплату на U-Money и несколько других платёжных сервисов. Ну а запросы номера телефона и имейл не стоит пояснять. Это обычный запрос информации у пользователя, который впоследствии сохранится в одноимённой переменной. Теперь я хочу рассказать про списки. Ведь если ваш бот будет что-то продавать, то без этой функции вам не обойтись. Заходим в списки и нажимаем на кнопку «Создать список». Называем тем, что мы будем продавать. Например, я буду монтировать видео. Но название особого значения не имеет. Это лишь для удобства. А далее расписываем все критерии, которые есть у нашего продукта. Кликаем на кнопку «Добавить». Выбираем тип критерия. Например, это будет текст. И пишем тип монтажа. Далее добавляем денежный, российский рубль и называем «Стоимость минуты». В случае обычного интернет-магазина это будет цена. Ещё я добавляю число, время выполнения в днях и картинку товара. Нажимаем кнопку «Создать». Затем в списках переходим в созданный нами список и нажимаем кнопку «Добавить запись». И добавляем все вариации нашего товара или услуги. Теперь давайте в сценарии на стартовом шаге добавим кнопку «Перейти в каталог продукции». Для перехода к списку создаём блок «Чтение из списка» и соединяем их. В настройках блока выбираем наш список и настраиваем картину. Сейчас бот уже выглядит и работает достаточно хорошо. Но в ускоренном режиме я его ещё немного доработаю. У сервисов наподобие робочат мало возможностей. И они довольно нестабильны. Мой тестовый бот, которого я создавал в предыдущем видео, многократно слетал и оказывался недоступным. След тех такого не будет. Но есть вытекающий из этого минус. Сервис платный. Цена обоснована, но такую подписку могут позволить далеко не все. Но если у вас уже есть прибыльный интернет-магазин, либо любой другой проект, то лучше переплатить за более качественное обслуживание бота. Тот же робочат уже перегружен многочисленными ботами. Это напоминает бесплатные конструкторы сайтов. Сайт полетел и никто тебе не поможет. Бот полетел, ну вы поняли. Ссылка на сервис будет в описании. Ну а с вами был Лайкус. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok